всем привет так ну что наверное последний эфир в этом году я немножко приболела но лечусь лечусь всем привет я не так часто выхожу красоткой днем мамы из днем мамы день матери же был в октябре по моему нет привет как дела все хорошо добрый вечер у меня второй пацан расстроилась ну что вы как можно расстроиться просто наверно вы настроились и поэтому чуть-чуть расстроились поэтому на баре маны я просто просто баре маны ты классный привет из израиля привет поэтому я не настраиваюсь никогда что вот так так просто мы девочки такие что мы настроимся уже представим себе распланируем всю свою жизнь что будет вот так вот так вот так а потом бац и и можем расстроиться но не из-за того что там это плохо я думаю что вы в любом случае рады что у вас ребеночек просто просто вы уже все распланировали поэтому растешь как на дрожжах ну а что делать то куда деваться конечно расту кстати там я когда выкладывала направление там ошибка была весе многие мне там написали что что что-то реально 44 килограмм конечно нет но эти результаты не влияли на анализ крови как раз по которому ставили риски это именно в направлении сделали ошибку конечно же я не вешу 44 килограмма естественно я просто ну я просто не могу весить столько вешу я намного больше но я надеюсь что я все скину так что сын есть дочка тоже мне кажется уже не важно кто будет да если честно то вообще в целом и первый раз и второй раз не важно было кто будет ну просто я знала что первый раз я знала что будет мальчик второй раз я не знала но хотела девочку но вот как-то так получилось какая разница будет между малышами либо ровно год либо год с чем-то там чуть-чуть там до месяца вот так непонятно потому что как-то по-разному программы все высчитывают пдр там чуть ли не с 20 мая по 1 июня вот так фото к нам теперь полгода не видать да почему же нет у меня кстати есть очень откровенные новогодние фотки где беременная вот я их делал даже в прошлом году с мякуси еще но я так их не выложил откладывать не выкладывать но мне если честно все равно но просто мне кажется многие скажут фу какой ужас как так можно не высыпаешься конечно же я не высыпаюсь естественно я не высыпаюсь я еще и болею поэтому как тебе в роли мамы классно конечно очень классно но я просто видите все же у всех разные цели мне хочется помимо материнства конечно еще развиваться и лично и плане карьеры работы поэтому я пытаюсь просто все успевает но естественно все не успеваю но кто-то писал если у меня помощники да у меня есть няня где-то месяца два она у меня до того момента пока она у меня не появилась мне было очень тяжко потому что у меня был жуткий токсикоз мне рвало по 5-6 раз в сутки кружилась голова вот так все плыло мне хотелось спать я вот я была просто как овощи то же время мяку ся маленькая мне нужно кормить укладывать спать по ночам я не сплю короче вам лучше это не представлять честно я могу сказать что осознанно бы я на этот шаг не пошла осознанно но так как это произошло ну значит это моя судьба и не нужно пройти этот опыт этот урок и поэтому я вам просто прохожу и все насколько повышен хгч я я вы я же выкладывала вот это направление там вроде было написано ну на много вроде как а по гороскопу близнец будет слушайте мне бы конечно хотелось чтобы это был телец с робертом у меня был пдр на 4 июня он тоже должен был близнец быть я такая пожалуйста пожалуйста хоть бы это был не близнец пожалуйста хоть бы это был телец и он родился 13 мая на две с половиной недели раньше в 37 недель с чем-то 37 и 6 по моему вот микусе должна была быть или овен или телец но там уже было точно телец а тут получается либо телец либо близнец но больше конечно же близнец поэтому у меня представьте у них почти в один день рождения близнецы это погодки в один день да получается близнецы это пипец близнецы ведь хороший знак а чем близнецы так у меня нету в окружении близнецов я точно не знаю какие они на мне говорят что они очень как сказать ну вот как весы тоже похожи то есть они сомневаются долго принимают решение особенно для мальчика близнецы не очень хорошо девочки еще ладно не знаю но плюс у меня двое детей уже тельцы в целом я и они земные мне земной знак подходит у меня муж дева земной знак дети тельцы я сама козерог не знаю как-то теперь он знает что ты его судьба мило а с другой стороны а чё извините меня после первого ребенка он не знал что я его судьба он только после второго это понял это смешно я весы сложно особенно мужчины когда будете расписываться ну когда мне сделают предложение там я еще чуть подумаю посомневаюсь такая как девочка там потом соглашусь а потом уже все остальное но я не хочу просто идти и просто это можно сделать любой день вот просто потеря списал у всех свои желания никого вообще там не осуждаю кто как хочет так и делает но не за мне бы хотелось это мне не нужна какая-то супер пышная свадьба но у нас целом просто в жизни все вот очень красиво всякие сюрпризики всякие мне вот хочется просто продолжать это чисто для себя для своей истории для того чтобы потом рассказывать детям вот нет мы не женаты близнец это потому что у меня брат близнец и это вы обсуждали тему росписи с маркусом он меня спрашивал как бы мне хотелось чтобы мне сделали предложение как бы ты мечтала как бы ты хотела я ему сразу сказала еще в прошлый раз с микой когда я была с животом я сказала беременная я не хочу расписываться беременна я не хочу играть свадьбу я не хочу даже об этом думать вот я хочу быть красивенькой стройненькой вообще в прекрасном расположении духа нет я сейчас тоже прекрасно просто я хочу немножко по-другому он просто знает мои желания поэтому я думаю что он не торопится ну и в целом я тоже не тороплюсь поэтому поэтому счастье вам спасибо вам тоже счастья вас дочь и похоже на отца дерутся не на жизнь а насмерть спорить вечно чтобы они не делались вот этот из них не было скучно из-за чего может быть повышен большой рост хгч насколько я читала и знаю и общалась с генетиком первое это если это многоплодная беременность то есть там не один плод но это исключено потому что у меня один хотя там кто-то пишет что может быть они прячутся друг за другом но я думаю что это очень очень маловероятно хотя у маркуса в роду есть близнецы это может быть из-за вот генетически как раз отклонений каких-то синдромов и так далее это может быть из-за плацентарной недостаточности там когда что-то связанное с кровотоками вот и я еще думаю что это может быть из-за почек что-то связано с этим потому что у меня пилонефрит может быть это я не знаю ну что еще какие причины я правда не знаю 24-5 месяцев сейчас у меня животик такой был на восьмом месяце у меня почти пять месяцев вам 4 января будет ровно 5 и потом пойдет уже шестой потому что я не успела похудеть у меня матка не успела прийти нормальное состояние то есть я вроде бы похудела у меня уже не было живота но еще не было пресса и как только я узнала что я забеременела живот просто мыми вот он просто я я честно я была в шоке он просто моментально бум я такая что я помню еще я маркусу не рассказала и он такой что-то подходит меня обнимает такой сзади и такой а я а я не успела чуть-чуть втянуть этот живот и он такой это что я такая ой ну что-то этот что-то раздуло меня там у меня там эти дни там туда-сюда но он как бы даже не этот не догадался блин как это уже скрывать но в эту в эту беременность сложнее скрывать чем в ту потому что в той у меня там только на четвертом четыре с половиной только начало расти животик с робертом вообще только вот по после шести он только появился поэтому дочка естественные роды или мне все роды были естественные все и с робертом и с микуси что с вашим голосом он постоянно переключается кстати это по моему вообще прикол какой-то мне не первый раз не первый эфир это говорят что что-то происходит что-то происходит с инстаграмом когда вы знаете пол короче я думала либо феврале сделать гендер пати либо узнать на родах мы еще не решили мы еще обсуждаем папа у меня вообще пожалуйста давайте на родах узнаете это будет сюрприз там туда-сюда в прошлом году мы в феврале делали гендер пати у нас еще в этом месяце получается годовщина была мы одновременно сделали гендер пати годовщину 15 февраля в этом месяце не знаю как роберта родила в 20 лет голос менять я не знаю почему не вообще мой голос простужен сейчас просто у кого-то какие-то типа перебои вы сейчас без маски да я уже давно не пользуюсь фильтрами и практически не пользуюсь косметика но сейчас у меня есть правда тон но обычно в stories когда вы меня видите у меня нету тона у меня только есть там реснички я расчесываю брови и там обвожу губы я решила просто не пользоваться не фильтрами и масками не тоном только когда мяки там съемки фотосессии видео это докрашусь зачем сразу 3 случайно получилось сразу три что сразу три сразу три ребенка ли что сразу три или сразу третье да это случайно получилось ну как случайно понятное дело что мне там многие пишут вы же взрослые люди ну вы же знали да конечно мы знали просто каждый наверное знает еще как сказать там с каждая женщина знает свою фертильность там совместимость пары и так далее и я просто Во-первых, уже пойдёт пятый год, как мы вместе, и никогда такой истории не было, как сейчас. Плюс, когда мы уже были готовы к ребёнку, мы это обсуждали, уже начали делать и так далее, у нас полгода не получалось, то есть полгода, даже в дни овуляции вообще никак просто, понимаете? А в этот раз никакой овуляции не было там вообще близко, и никаких вот просто вот так случилось просто. Как-то, видимо, в этот момент, ну, короче, всё, больше такого не будет. Я как только рожу, я буду защищаться вот так, я буду спать в скафандре. Реально, нет, всё, это прям точно, я без слов. Общаешься с отцом старшего сына? Нет, мы не общаемся. Да, в целом, нам не о чем общаться, да, я верующая. Говорят, что большими буквами лучше слышно, это правда. Но вы попробуйте, вы попробуйте, может быть, я лучше буду вас и видеть, и слышать. Вы верите, что можно запланировать пол? Слушайте, я знаю людей, которые прям считают точно, там, девочка, мальчик. Знаю даже одну женщину, которая считала пол ребёнка родителям, потом на УЗИ им сказали, что там другой пол, они очень расстроились, а в итоге родили тот пол, который им посчитали. Представляете, даже вот такое вот бывает. Вот. Я рассказывала про это в Телеграме, у меня, кстати, ссылка в этом стоит, в шапке профиля здесь, ну, мы там прям онлайн всё время день и ночь общаемся. Рассказывала про это, что я вообще не против, там, планировать пол как-то, потому что, ну, у кого мальчик хочет девочку, у кого девочка хочет мальчик и так далее, хотя, как бы, понятное дело, не важно, но тем не менее, ну, хочется, почему бы нет, да. Но иногда бывают такие вещи, я не осуждаю никого, но я просто это не понимаю. Делать, как сказать, прервание беременности, если тебе просто не подходит пол ребёнка. То есть, например, там, у тебя там три мальчика или три девочки, да, и бац, ты хочешь мальчика, а у тебя получилась девочка, и ты делаешь аборт, и дальше беременеешь до того момента, пока у тебя не родится девочка. Или, там, до того момента, пока у тебя не родится мальчик. Для меня это, честно, я этого не понимаю. Мне как-то грустно, то есть, как бы, я даже представить такого не могу. Но у всех, как бы, своё. Просто, там, понятное дело, это судьба, но вот кто тебе дан, тот, как бы, будет. Ну, кому-то хочется высчитать одно дело. Ну, вот, когда так, это грустно очень. Что говорят врачи про твоих АГЧ? Всё будет хорошо, у меня просто такая же ситуация. А что говорят врачи? Слушайте, я, что первый раз, что второй раз, я спрашиваю, а почему, а как? Они говорят, ну, вот так. У некоторых такое бывает. Ну, лучше перестраховаться, лучше сделать. Кто-то мне писал, что, там, из меня выкачивают деньги, поэтому, чтобы я делала не пты, вот эти делала, а мне цинтез. Я всё это делаю абсолютно бесплатно, как москвич, по полису ОМС. Это делается всё бесплатно, но в том случае, если у тебя есть риск, и тебя врач направляет, то есть делает тебе направление. Если вдруг ты сама хочешь просто перестраховаться, у тебя всё хорошо, но ты просто хочешь проверить на всякий случай, да, то ты идёшь и платишь свои деньги, то есть там, не знаю, сколько, 20, 25, 35, 40 тысяч, ну, понимаете, да, я там, не знаю, какие цены, примерно такие. Идёшь, как бы, и делаешь. Поэтому, если тут в плане какой-то статистики или денег, то нет. Кого ждёте? Ребёнка. Я ещё пока не знаю, кто это, мальчик или девочка. Вот. Мы будем рады абсолютно любому исходу. Вот. Но я знаю, что мои мужчины, мой папа, мой сын, мой муж, они все хотят мальчика. Вот. Поэтому. Придерживались ты диеты во время ГВ? Нет, слушайте, я кушала всё понемножку, всё хорошо было, никаких не аллергий, ничего не было, ту-ту-тфу. Вообще и смесь у нас нормальная, мы сразу начали кушать. Сначала нано кушали, потом решили на козьем молоке перейти. Всё идеально вообще. Кушали все прикормы, тоже всё идеально. Там пробовали мандаринки, ту-ту-тфу. Короче, вообще просто всё идеально. Как поняла, что беременна? Кстати, это было в сторис, когда я с Робертом записывала, что вот, причём я это записывала, понимаете, ну, если бы я знала, что там что-то такое, я бы не записала это в сторис, потому что, ну, мне бы хотелось, как бы, да, вот красиво об этом всё рассказать. Ты меня бесишь, блин. Ирэн, в смысле чего? И вот рассказываю, как я узнала. Я такая записываю в сторис. Ой, знаете, блин, что-то у меня кружится голова, что-то у меня всё плывёт, такое состояние странное. Надо, короче, сделать тест. Вот. А Роберт такой мне, ой, это мальчик, это братик, это у меня будет братик, братик, братик. Хотя, как бы, ничего не было ещё известно. Я начала делать тесты. Ну, я была уверена, что так, как бы, ничего, поэтому я её снимала. А там оказалась слабая полоска. Я такая смотрю её, она, например, очень слабая, прям, вообще просто вот. Я смотрю такая, думаю, ну, нет, ну, не может быть. Ну, и первая прислала Тони, подруге. Она, да, типа, Аляна, да. Короче, ну, и всё. И потом я делала тест за тестом, один за другим, полоска ярчала, 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 и в итоге закричала. Поставь спираль. Слушайте, я, если честно, я боюсь всяких вот этих штук, всяких таблеток, всяких этих... Но я изучу всё, я схожу к врачу, и я в любом случае сделаю хорошую защиту. Мне кажется, можно даже гадалке пойти и сделать какую-нибудь защиту от сглаза. Нет, я по-любому, в любом случае что-то рассмотрю, потому что, ну, всё, уже надо серьёзно, извините меня. Алианка, 30 годиков, ну, пока 29 ещё, 29 годиков уже надо как-то уметь защищаться. Спираль боишься, рожать нет. Рожать тоже боюсь. Если честно, то ещё страшнее. Трубы перевязать можно. Слушайте, ну, насколько я знаю, если ты перевязываешь трубы, то это никогда в жизни ты больше не забеременешь. Я не планирую, но просто мало ли вообще в жизни что. Вдруг у меня там что-нибудь в голову мне вспредёт, а всё, а я не могу. Так же получается, да? Вот, кто-то пишет, трубу не надо, вдруг ещё заходит. Вот, как бы, да, у меня день рождения 31 декабря. У нас знакомая со спиралью родила, как трофей в руке её держала, девочка. Вот, видите? Нет, я в любом случае придумаю защиту. Дочка на вас похожа, приятно смотреть. Ну, все по-разному пишут, но, мне кажется, конечно, когда она чуть взрослее будет, всё-таки в ней вот это вот армянское будет, это по-любому что-то. А потом, хоп, и момент страсти. Нет, больше нет. Больше нет. Страсть, конечно, будет, но защита будет лучше. Перевязку делают при КС. Уже скоро день рождения. Да, уже через 4 дня. Через 4 дня. По официальной нет. Мы официально не расписаны. В какой стенке прикрепилась? А вот это я не знаю. Свадьбу будете ждать? Да что её ждать? Не знаю. Не буду. Не буду ждать. У меня нет такого, что я жду предложения, жду свадьбу. Как будет, так и будет. Это должно быть неожиданно. Это должно быть красиво. Это должно быть... Ты сначала Даре отмечаешь, а потом НГ. Слушайте, я всё вместе отмечаю, потому что я родилась в 12 ночи. Я вот сейчас представляю, как у меня мама просто лежала, Царство Небесное, лежала в больнице, в роддоме. У всех Новый год, бой курантов, а в это время просто яг, подарочек. Здравствуйте. Вот. И потом ещё 3 дня в роддоме. Так вот бывает. Так, значит, как планируете отмечать НГ? Мы всегда отмечали Новый год с семьёй в Волгограде. Я всегда туда приезжала. Потому что я сама из Волгограда, но я уже 11, 12 лет уже живу в Москве. И, ну, всегда прилетала туда, так оказалось, что мой муж тоже оказался из Волгограда. Его родные тоже живут там. И, в общем, мы вот последние года отмечали вместе. Один только Новый год у меня был в полицейском участке в Шереметьево, когда мне было 17 лет. Я не могла вылететь, я тогда работала моделью, не могла вылететь за границу, потому что просрочилась моя доверенность на выезд, потому что мне не было 18. А до дня рождения у меня осталось чуть-чуть, они меня всё равно не отпустили. Это было 30 декабря. То есть были сутки до дня рождения. Ну, и потом я полетела домой. В итоге. И потом уже из дома обратно полетела работать. Короче, я такая думаю, всё, следующий Новый год точно мы уже будем отмечать там только своей семьёй, или там улетим куда-то. Но так получилось, что мои родные почти все переехали в Москву, и поэтому родные мужа приедут на Новый год, вот, по-моему, завтра. Или послезавтра? Послезавтра. Вот, и будем отмечать всей семьёй уже в Москве. Так что вот так. Да, мне будет 30. Честно мне, я думаю, что каждому из вас казалось когда-то, что, господи, 30, что это? Это какие-то взрослые дяди и тёти, кто это? Ну вот. Дети красивые, рожайте много. Я, знаете, раньше думала, что если у меня будут помощницы, няни, водители, повара и так далее, я бы хоть 10 рожу. Но очень сложно было физически. Особенно вот этот первый триместр сейчас. Ну, потому что, видимо, организм не отдохнул, ещё ослаблен, и тут сразу беременность. Я чувствовала себя каким-то вот овощем просто. И я плакала, потому что, ну, как бы и от счастья вроде. А с другой стороны, мне просто плохо было. Вот просто физически я себя не чувствовала вообще. Это сложно. Вот просто чисто из-за здоровья, из-за физики, вот много, много сложно. Хотя я где-то видела ролик, что женщина якобы за свою жизнь может родить около… Типа её организм рассчитан там на 30 беременностей. Ну, это, конечно, вообще… Это жёстко. Какого года Маркус? 93-го, так же, как и я. Поэтому на самом деле я вообще мечтала, я так мечтала похудеть. Я уже записалась на бокс, записалась на фитнес. Такая… Ну, я как бы уже подсхуднула прям хорошо. У меня живот полностью ушёл, уже ноги начали худеть. И тут бац! И всё. И пошло всё в обратном порядке. У меня опять стала расти грудь. Она уже, мне кажется, пятого или шестого размера. Тогда увеличилась до пяти с половиной, чуть ли не до шести. Сейчас она уже такая. И, ну, в целом всё. Я как бы смирилась с ним, что делать. Я, кстати, хотела узнать, какие виды массажа можно для беременных. Я бы сходила куда-нибудь там на йогу, на растяжку. Если будет время, конечно. Какой вес был до беременности сейчас? Слушайте, до беременности с Микой вес был 54. Я набрала 80, господи. 20. Я набрала 20 килограмм. И потом я чуть-чуть похудела. Ну, чуть-чуть. И потом опять начала набирать. Поэтому немножко… Я сейчас не знаю, какой конкретно у меня вес. Но я думаю, что где-то… Ну, может быть, около 80, наверное. А то, что вы видели в направлении, это опечатка. Конечно же, не 44. Нет, я не делаю перманент. Отеки, давление у вас есть. Отеков нет, а вот давление внутричерепное и пониженное есть. Это очень сложно. Вот, но в любом случае, несмотря на все, несмотря на все вот эти трудности, несмотря… Я, как сказать, я счастлива, я смотрю на все позитивно. Господи, мы погасли, девочки. Да, девочки, мы погасли. Так, что… У меня сейчас двое детей. Мне кажется, я бы впала в депрессняк, не успев обрести себя. Это повторяет со мной, хотя это счастье, разумеется. Я, знаете, такой… Я козерог, кстати. Не знаю, может быть, кто-то тоже из вас козерог. У козерогов такая тенденция, что если ты грустишь, если ты расстраиваешься и так далее, если ты вовремя себя не выведешь из этого состояния, то ты впадаешь в депрессию уже долгосрочную. Поэтому, если у меня случается такое состояние, я даю себя погрустить 5 минут, 10, час, сутки, двое, трое, и потом просто беру себя в руки и начинаю делать то, что мне нужно. Иначе просто это может продолжиться надолго. Я понимаю, ну вот так случилось, да, так произошло. Да, мы хотели позже, да, там я хотела большую семью и так далее, хотела там остановиться, похудеть. Ну, всё, это не вернуть вспять, это не как бы, да, и это счастье. Это, значит, Бог послал, значит, так и всё, адаптируемся, перестраиваемся и всё как бы. Этот ребёнок, душа придёт из вашего рода кто-то. А почему вы так думаете? У тебя будет сын 100%. Если честно, сколько недель? 18. Если у меня будет сын, я офигею, честно. Для меня это будет неожиданно, честно, потому что я сейчас не настраиваюсь ни на кого, ни на мальчика, ни на девочку, но как бы... Маркус Дева, да, по гороскопу. Я Дева. Брат не женился, куда он? Ему ещё столько... Как, 24-25? Вы классные, спасибо. Следующий год кармический. Поэтому из рода приходят. Возвращай прошлогоднюю Абу с беременяшкой. У меня, кстати, много красивых фотосессий. Уже беременных сейчас я выложу. И даже прошлые ещё остались. Поэтому по-любому я поменяю аватарку, покажу. У меня была очень неприятная история с фотографом и с фотосессией. Я очень сильно расстраивалась, потому что это была важная съёмка и с видео по беременности, и с фото, и ещё две. Я потом вам просто покажу фотографии ожидания реальность, чтобы вы поняли. Я просто всю семью брала, сама беременная, в таком состоянии просто. Маленькая малышка на руках, Роберт, муж, няня. Все мы вот просто три раза, и только на третий раз мы всё это сделали. Дева, ужасный знак? Нет, я бы не сказала. Вот пишет, Дева, прекрасная семьянина у самой мужа Дева. Молодец, приятно смотреть, позитивно. Спасибо. Куда делась кошка Мимими из Дома 2? Когда я забеременела Робертом, и когда мы уходили в декрет с бывшим мужем котёнка, я оставляла либерш. В целом всё. Сколько вы были одна после первого брака? Четыре года я была одна. Сначала у меня был такой период, я тоже вспоминаю, я прям убивалась в плане, что я одна, что я буду никому не нужна. Я пыталась найти себя в караоке, клубах, даже в алкоголе, ещё в чём-то, какие-то тусовки. В какой-то момент, причём я притягивала такие же просто людей, как бывший молодой человек, и не понимала, что такое, почему мне попадаются вот такие. И просто когда в определённый момент поняла, что дело не в них, дело во мне, что я сама притягиваю таких людей, я сама не обращаю внимания на хороших людей, которых я хочу. То есть они у меня сидят в подсознании, но просто я вот, я даже не обращаю на них внимания, я хочу, чтобы он был семейный, верный такой. Но когда он появляется в поле моего зрения, я даже на него не смотрю, ну потому что он мне неинтересен, понимаете, какой диссонанс. Поэтому я просто начала работать над собой, я поняла, что мне нужно побыть одной, я занималась сыном, собой, работой, ну и в целом всё. И потом уже как-то пришла, пришла в какую-то норму. Максим не такой же, какой же? Живу в Москве, я дева, но ничего из вышеперечисленного во мне нет. Вопрос национальный. Слышала про тусовку звёзд, как ты думаешь, кто из них прав, я проявляю Киркорова? Да, я видела, я просто не знаю каких-то подробностей оттуда. Конечно, не знаю, вообще, как сказать, не хочу, не люблю кого-то осуждать, что кто-то прав или кто-то неправ. Но, конечно, жалко, что в такие моменты людей решают... Что такое? Не проснулась? Нет. Хочешь, сиди сюда? Жалко, что в такие моменты людей лишают работы, статуса и так далее. Не дают шанса исправиться, исправить ошибку, особенно если они понимают, что они там в чём-то виноваты. Почему не жениться на тебе, если у вас такая сильная любовь? Ну, потому что пока что нам это не надо. Вот и всё. Смотрите, кто у меня тут. Тебе подстричься, кстати, надо осталось. До Нового года осталось чуть-чуть. Завтра возьмёшь деньги, пойдёшь, подстрижёшься. Зачем? Ну, зачем? Почему именно до Нового года? Ну, потому что все должны быть красивые. Я вот завтра иду маникюр делать. Ты должен быть тоже красивым. Мне тоже маникюр эти делать? Не, маникюр тебе не надо делать. Я даже не знаю, как вот его сажать рядом, когда он уже такой взрослый. Всё. Это мы, короче, считали, когда тебе будет 20 лет, мне будет 40, прикинь. Мне будет 20 лет, а тебе будет 40. Да, прикинь, мне будет 40, а тебе будет 20. Тебе будет 30, а мне будет 50. Короче, когда мне будет 50, тебе будет так же, как мне и сейчас, прикинь. В смысле, не понял. Когда тебе будет 50, мне будет 20. Роберта Карлос, привет, привет, Роберт. Когда тебе будет 50, мне будет 30? Да, муж помогает с дочкой, но сейчас у нас как бы есть няня, поэтому муж сейчас много работает, вот, и мы как-то интуитивно разделились, что муж сейчас больше времени уделяет старшему ребенку, я дочке, чтобы, как сказать, у всех было внимание, чтобы у всех было... Ура, Роберт нашелся, это не Роберт, извините, пожалуйста. Это Микаэль. Роберт до сих пор в розыске, мы его ищем, мы не знаем, где он. Да, Микаэль? А как ты вздыхаешь? Это очень больно вздыхать. Это не больно. Сейчас я стул, наверное, принесу. Стул? Ну, принеси. В Волгоград мы не поедем, потому что все наши родные уже в Москве. Ну, как, не все еще родные мужа приедут, но они уже... Ну, короче, они приедут. Что за грубый голос появляется? Это какой-то лак, какой-то бот в инсте, потому что в целом все в порядке. Роберт, обожаю Роберта. Где вы увидели Роберта? Ну, где вы увидели Роберта? Зачем вы так? Так, Микаэль? Где нефокус? Ну, чуть-чуть, меня не видно. Меня, как будто, видно. А чего это? Это мой эфир, вообще-то. Почему? Ты куришь? Нет, конечно. Да! А это что? Это нюхательный табак. Его можно беременным. А мне? А кто это, брат? Это Микаэль. Познакомьтесь, пожалуйста. Как самочувствие у Роберта? Нормально. Что будешь готовить? Короче, мы уже делаем чуть-чуть заготовки. Короче, у нас там будут... Блинчики. Да, закуски, блинчики. Потом горячее, шашлыки обязательно, мангал, оливье с этим, с лососем. Ну, короче, много всего вкусного. Сейчас так не перечислишь. Анализы еще не пришли. Но еще до Нового года есть время, я вообще не должны позвонить. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Даже не думаю ничего плохого. Потому что в прошлый раз уже хватило переживаний. Приедет из Таджикистана. Знаешь такую страну? Микаэль просто на Роберта похож. Знаешь такую страну Таджикистан? А ты? Тебя спросили вообще-то. Я знаю. Ну вот, но тебя спросили. Как у вас, кстати, ребят в классе зовут? У него, короче, у всех русских почти нету, да? Вообще нет. А, ну как зовут? Сахиб Джон, Михроэнгес, Захра, кто там еще? Агабала, Мураджон, этот еще, как там, Дедов Сергей. Не, ну тебе. Этот. Ирен, мы тебя видим. Ну просто очень этот. Либерш, видишь? Где? Роберт красавчик, Роберт. Не поняла, какой Роберт? Ребят, вы чего? Кто такой Роберт? Вообще не понимаю, прикинь. Привет, Серивана. Привет. Я надеюсь... Казахстана. Я надеюсь, что мы в следующем году поедем крестить туда уже двоих детей. У нас не получилось в этом году покрестить Мику. Ну, видимо, она ждала братика или сестренку, чтобы вместе уже двоих... Таджики, что ли, в школе? Да. Сахиб Джон и Мураджон и Агабала, это таджики. Привет, из Телеги, мы тебя там ждем. Ну, сейчас я закончу и пойду читать чат, что вы там написали. Скоро в России русских школ не останется. Какая прибавка в эту беременность? Ну, пока небольшая, потому что... Что такое бишкека? Бишкек, это тоже... Из Великого Новгорода. Это тоже. Это еще город из СССР, мы проходили по музыке. В смысле, Микаэль, карту мне пришли. Зачем тебе его карта? А у него, кстати, нет карты, он ее потерял. Какой Роберт, я не понимаю. Перед зрителями такая добрая типа мама. На самом деле я очень злая. Роберт, расскажи, как я тебя наказываю. Я не люблю тебя. Ну, понятно, да. Микаэль, расскажи, как я тебя наказываю. Она бьет меня. А еще? Может, ты хочешь найти Роберта, а не Микаэля? Бьет меня. А еще? Выгоняет из дома. Бычки тушат. Заставляет меня мыло кушать. Между прочим. А потому что дома больше ничего есть. Нечего есть. Может, ты ничего не готовишь мне? Мыло готовлю. Что тебе это не достаточно? Бишкен, это столица Киргизии. Бишкен. Просто Бишкен. Бишкен. Я не понимаю. Вы ему имя поменяли? Нет. Нет, просто это Микаэль. Роберт сейчас в розыске. Сама говоришь о Роберт. Да я уже по старой памяти, знаете, сердце болит материнское. Между прочим. Вообще, сейчас как вспомню. Не могу. Сегодня какое мыло было, Роберт? Мое нелюбимое. Какое? Хозяйственное? Хозяйственное мое любимое. Нелюбимое со вкусом изюма. Со вкусом изюма. Роберт красавчик. Привет, Сказарстана. Да, я тоже не понимаю. Ты беременна? Немножко, чуть-чуть. Немножко беременна. Алихана, красавица. Мне так нравится, когда меня называют Алихан. Роберт похитила бабусь. Когда слишком много фильтров, Роберт превращается в Микаэля. Алина, как в твоей самочувствии? Немножко полегче, но по мне видно. У меня синяки, шелушится лицо. О, я еще болею. Вот. Мам, кого ты хочешь, девочку или мальчик? А ты кого хочешь, расскажи. Я мальчик хочу, а ты кого? У тебя спрашивают. Так ты же сказал, что ты хочешь опять сестру. Тебе так понравилось. Ты же сам говорил. Ну, сестру это будет классно, потому что они в доме будут играться. А мальчика я сам хочу. У меня предчувствует то, что мальчик, а хочу девочку. Ну, ты можешь сам себя родить, мальчика. Сколько будет Микаэла, когда родите третьего ребенка? Вообще, ей будет годик. Ну, там немножко странные цифры ПДР. Там с 20 мая, по-моему. Короче, май или начало июня. Вот так. Кто такой Роберт? Не знаю. А что такое Алехандро? Это кто? Алехандро? Первая мысль, когда узнала, что беременна. Я в шоке была. Я... У меня просто вся жизнь пролетела перед глазами. Я поняла, что... Он такой Улан-Удэ. Я поняла, что я больше... Привет из Улан-Удэ. Роберт, можно я отвечу? Что это такое? Город такой. Я не Роберт. Да, Микаэль, можно я отвечу? Все. Я просто, когда меня перебиваешь, я забываю вообще, о чем я говорю. Ты говорила о Микаэле. Я уже ничего не помню. Все. Все, Роберт, иди. Ты меня отвлекаете. Вы родитель 29 мая. Почему вы так решили? Можно я рожу... Нет. Можно я рожу телца, пожалуйста? Хотя, знаешь, я вот смотрю на тебя. Пусть лучше близнец будет. Не хочу. Еще Мика неизвестна, какая будет тоже телец. Весь в мать. Про ПД я говорила. А, про ПД... А что я говорила? Когда родите малышка? А, ну, вообще разница должна быть, по идее, типа год. Год, либо год и месяц, но не больше. Вы же вас так называли, Алехандра. Лена Красиво, сколько месяцев сейчас у тебя? У меня почти 5 месяцев. Короче, 18 недель почти половина прошла. Четыре с половиной, получается, да? А Мика где? Мика спит. Посидит, учи города и страны. 1 июня мой сын родился в день защиты. А расскажите, вот у вас мальчик, еще и близнецы. Как это? Нет, про первую мысль. У вас одинаковые истории. Дочки 7 из первого брака. Второй брак не могла сберенеть. Сейчас ей уже исполнилось. Исполнился годик. И я беременна в третий раз. У меня такой шок был. А, вот, про что, вот что, да, да, что жизнь. Короче, я, честно, в шоке была. Когда только увидела, я думаю, блин, капец. Я даже еще не начала высыпаться. Мне кто-то, что-то я писала про бессонные ночи в сторис, кто-то пишет, ну ничего, только годик, а потом будешь высыпаться. А я уже знала, что я беременна, но еще вам не рассказывала. Такая думаю, ага, конечно. Типа год ей исполнится, родится уже следующий. И еще один год я не буду высыпаться. Там еще я прочитаю, там говорили, когда Пол скажет, ребят. Когда? Когда узнаем. Либо в феврале, либо при родах. Но мы еще не узнали. Можно же при родах. Ну, например, вообще не узнавать до самого конца, как только родиться, увидеть, посмотреть, кто это, и все. Можно так сделать. Давайте. Давайте. У меня каждые три года старше шесть, младше три, и сейчас беременна. Мне двадцать дети, у меня четверо детей, так что только вперед. Блин. Просто понимаете, близнец, умный парень, знает, что хочет, ответственный, хорошо учится, играет на гитаре. Может быть, я грешу на близнецов. Может быть, и хорошо. Сын, близнец, умный парень, знаете, что... Муж меня научил реагировать на любые события, неважно, какие, даже на негативные, из всего извлекать позитив и радоваться всему, что даже каким-то сложностям, трудностям. Вот я сейчас представляю, какой пипец мне будет. Ну, вот реально, да? Какой в роддоме я уже на гендер-партию выезжаю? Генерал-партию. Я понимаю, что да, это будет пипец. Но с другой стороны, я думаю, ну, блин, а как на это еще реагировать? Ну, типа грустить, переживать, ну, и что из этого будет? Ничего хорошего. Так лучше мы поугараем тогда, лучше мы... Я уже три раза видела слово «мальчик», там говорят, пацана надо, Микки братик нужен. Я беременна, тоже первым ребенком, 14 лет, у меня в 23-й неделе набрала 11 килограмм пипец. Интернет виснет. Виснет или нет? Нет, не виснет. Скажите, связь хорошая? Не, серьезно, если не хорошая, я перезайду. Миккаэль едет. Первый января к Гороховым. Ты едешь? Не хочу. Похоже, мальчик будет хорошо в целом выглядеть. Близнеца отличный знак, не бойся. Рокер получше ждет тогда. Да, у Миккаэля как-то вообще чувства юмора нет. Виснет, блин. А пишет, уже нет. Уже нет. Не грешите мне тут, не виснет. Виснет, виснет. Виснет, не виснет. Виснет, не виснет. Да я думаю, что у кого-то виснет, а у кого-то нет. Может, у кого-то плохой интернет, а у кого-то нет. Спасибо большое. Уже отлагала. Ура! Виснет. Короче, если будет виснуть эфир, вы мне скажите, я лучше перезайду. Я вот это не люблю, если честно. Как интернет может висеть? Роберт уже такой друг тебе, такой прикольный. Ну, на самом деле, кстати, да. Роберт, как учишься? Роберт мне был хороший друг. До того момента, пока его не объявили в розыск. Жалко его. Короче, что я говорила? Картинка пиксельная, серьезно? Все, ну блин. Почему именно хотите в феврале узнать пол? Ну, потому что у меня уже либо в феврале, либо на родах. Потому что у меня уже пошел пятый месяц. В январе будет, пойдет уже шестой. И как бы там уже, короче, шесть месяцев уже будет в феврале. Дальше уже поздно узнавать. На УЗИ ходили. Либо не узнавали. Ну, просто на УЗИ ходили, но пол не узнавали. Нет, просто ни одного близнец был. А у нас еще и годовщина в этот месяц, поэтому... Но вдруг двойняшки нет. Не будет никаких двойняшек, Роберт. Вы с Микой мои двойняшки, мне хватит вас, все. Нет, нормально все, пишет. Ну все, не виснет и хорошо. Короче, что я последнее говорила, что, короче, ко всему нужно относиться... Хорошо. Да. Нет, бывают, конечно, мы не роботы, мы можем поплакать. Ну, скажи, я что, не плачу? Мне бывает, что я плачу. Бывает, что мне... Все, не трогайте меня. Но в основном я все равно, ну, всегда себя настраиваю, потому что от этого зависит вообще все, что будет происходить. Вот если я себя херово чувствую, думаю, что все плохо, дальше происходит цепочка событий, которая еще хуже, еще хуже заворачивает вообще. Но чтобы свернуть с этого пути, надо немножечко... Думаю, будет мальчик. Опять, как время летит, вроде только Микуша родила. Какая беременность легче? Подель стоит пока на 1 июня, но там разброс. Две недели вот так где-то. Что-то до этого задали. Такая хорошенькая. Кстати, много к мне кто-то посмотрел вот это УЗИ. У меня было 11 с чем-то недель. И они мне писали там, мальчик, писюн, писюн, я вижу писюн. Я когда читала Дирик, писюн, писюн, я вижу писюн. Нет, это женский половой бугорок, я знаю. Ну, короче, все по-разному просто писали. В каком роддоме буду рожать? А, еще спрашивали, какая беременность легче. Легче всего, наверное, проходила с Микой. Мика это вообще топчик. Вот тут нервно все было видно, да, вот по лицу. Сейчас сложно физически просто. С Микой было легче, несмотря на то, что риски были, я переживала по поводу синдрома. Но в целом у меня была спокойная, позитивная. Синдром чего? Ну, ты все равно не поймешь, что тебе это сказать. Ну, что? Генетические отклонения. Понимаешь так? Да, понял. Что ты понял? Понял. Ничего ты не понял. Январе, узнаете полу. А почему в январе? Гендерпати приятное событие. Делайте беременным. Чем больше положительных эмоций, тем лучше подарочек соберете побольше. Роберта обожаю. Вот даже, смотрите, вот даже если делать гендерпати, какое делать? Сейчас уже все идеи просто вот какие только... Роберта и красавчик. Какие только вот не было, все идеи были. Почему все Роберта говорят красавчику не вытавили? И мне нравится, знаете, там многие предлагали еще в прошлый раз, предлагали там тортик разрезать, потом там еще как-то там, типа руками, да, есть какие-то вот милые гендерпати такие всякие. Мне вот хочется, вот почему мы делали с дымом, хотя это не новинка вообще, и типа все так делают, да, просто там есть... Посмотри, на кущу не проснулась. Потому что там есть эффект вау, типа внезапный, типа... Вот так вот, типа бум! И вот, знаешь, и вот эта вот эмоция самая первая, самая искренняя. Вот мне нравится такое, но такого мало. Вот я видела, знаете, где с сухим льдом такое, вот когда вот так бац и вау, потом с колесом обозрения, когда оно светится. Потом мне еще нравилась гендерпати, когда шары сверху падают, там, например, стадион какой-нибудь футбольный, и сверху вот такие шары падают того цвета. И еще одно какое-то я тоже видела, не помню уже. С наступающим, всех с наступающим. Капуста какую-нибудь огромную и что-нибудь в ней. А еще, знаете, что? А еще мне предлагали в парке, например, зажечь, например, какая-нибудь арка, такая блестящая, какой-нибудь большой этот, и прям взять, и, короче, чтобы оно так загорелось, и вот так вот, типа, горело. Тоже прикольно. Прикол будет, если опять тельца родишь. Ну, посмотрим. У меня, получается, все дети весенние. Мика в апреле, Роберт в мае. Даже если в июне будет, это тоже смешно. Апрель, май, июнь. Ну, опять, короче, летом ходить мне. Ладно, короче, на самом деле я просто иногда смотрю на некоторых, там, кто работает, там, что-то самореализуется, там, путешествует и так далее. Блин, я вот тоже сейчас могла бы уже похудеть, уже могла бы... А драка, когда куклы дерутся в костюмах мальчик и девочка Ну это не неожиданно, ну типа это прикольно, мило Но вот мне хочется, чтобы вот бум А еще знаете, что я видела? А в Донбайе как идею гендер-пати провести? Слушайте, офигенно вообще Ну только не гендер-пати, а гендер-партию Вот там было бы круто У меня дети октябрь, ноябрь, декабрь, январь Офигеть Из-за чего Роберта подали в розыск и поменяли имя Потому что... Мы не меняли имя Они думают, ты представляешь, Микаэль Они думают, что ты Роберт Наивные Микаэла обожаю Микаэля или Микаэл? ПДР стоит на 10 февраля, у меня день рождения 9-го Ого! Но, кстати, на самом деле, когда говорят Ой, давай вот в мой день рождения Ой, давай вот в эту дату, вот эту дату Знаете, хочется, чтобы... Можно мандаринок? Нет Хочется, чтобы у ребенка была своя дата Пусть это будет не чей-то день рождения Пусть это будет не какая-то дата А вот просто... Вот просто... У меня ПДР стояла на 24 апреля 24 апреля это день рождения моей младшей сестры 24 апреля это день геноцида армян 24 апреля это день годовщина свадьбы родителей моего мужа И, по-моему, еще какая-то дата была в этот день Представляете, 4 даты Ну вот родила на 2 дня позже, чем ПДР Сделайте нетрадиционные, разные, разные, разные способы узнавания Кто будет, посмотрим, что верно А как это? Я не поняла В одноклассниках была давно, конечно Что, остался один мандарин? Мне этого лизнуть только хватит Ладно, там осталось 3 А, просто схомячила еще одни, да? У меня просто мандарины, это как лекарство мое Я запрещаю есть свои мандарины У меня там свои отдельные мандарины Только это мне помогает от тошноты В прошлой беременности это мандарины и сладкое А сейчас мандарины и фисташки Я хочу фисташки, Роберт А я сейчас Маркусу напишу Что я хочу фисташки Опять виснет Блин, ну что ж такое? Виснет Надо ей что-то дару трогать братью денег Два-юрдный Кто тебе помогает с малышами? Виснет или нет? Я просто не могу говорить, пока виснет Я сама ненавижу смотреть эфиры Когда все в квадратиках, в пикселях Не хочется просто разбить телефон Рейни, семечки Нет, все нормально Ты моешь мандарины? Нет Я же их чищу А надо мыть? Все хорошо, не виснет Уже норм Что ж такое-то? Меня тоже тянуло на мандарины Я просто Я в день съедаю Наверное, по килограмму Отлагала Отлегло Отлагало Родишь, потом нужно быть аккуратнее Там опять ДР Маркус Что-то невероятное Каждый год происходит В день рождения Маркуса В прошлое ДР я ему сообщила о беременности В этот ДР я догнала И уже дальше пошло-поехало Где Маркус? Маркус работает Маркус скоро Маркус скоро станет многодетным Ну что ж такое Может мне тоже зависнуть, а? Я тоже не мою мандарину А зачем их мыть? Я же их Ну, почистила Это же кожура Я же кожуру не ем Шикарная грудь делали операции Я после Роберта, получается Я делала троечку себе Ну, потом Уже пошло-поехало Оно уже огромное Я уже хочу маленькую свою Чего я думаю Виснет или не виснет? Ничего не пойму Ну, все Приплыли Что ж такое-то? Уже почти мандарин доела Мам, ты еще мандарин? Нет, я еще этот не доела У меня стресс У меня эфир виснет Перезайди Короче Перезайти, да? Ёпарасы Ты Виснет Продолжение следует...